А это пресс тоже должен работать? Это всякая помощь. Плюс баланс тела. Ноги скользят, тело не слушается, колени дрожат. Высотная подготовка не для новичка. А для спецназовца Михаила Семенова обезвредить противника в воздухе обычная зарядка. 16 секунд на штурм здания. Коллеги давно его зовут Ветер. Давняя история. Еще я только переводился в отдел. Я жил на остановке парка «Солнечный ветер». И когда мне говорили, Миша, куда тебе довезти, я говорил, парк «Солнечный ветер». Потом просто «Солнечный ветер» так и прилипло. Вот коллеги говорят, что очень быстрый. Стараюсь соответствовать. Осужденные подняли бунт, захватили заложников и потребовали выкуп. Стандартный мятеж в колонии. Бойцы легиона молниеносно захватывают преступников. В отделении 8 бойцов. Михаил, пожалуй, самый быстрый и выносливый. В прошлом году о нем уже говорили в СМИ. Он пробежал 100-километровый марафон меньше, чем за 9 часов. Вообще с детства хотел быть врачом. Даже первое образование имею медицинское. Но потом сложилась так судьба, что я попал в УФСИН, в учреждение, лечебно-исправительное учреждение номер один. И оттуда меня уже пригласили в спецназ. Спецназ, это не просто груда мышц. Это в первую очередь интеллект. Это интеллект, который способен применить физическую силу и огнестрельное оружие тогда, когда это нужно. А в сентябре Михаила ждет новое испытание на право ношения крапового берета. Рукопашный бой 5 километров за 4,5 минуты. Марш-бросок. Когда в 20-килограммовом амбудировании бегут по грязи и болоту, оберегая оружие от влаги. Иначе контрольный выстрел не сделать. Первая очередная задача – это сдать на краповый берет на право ношения. А там поступят дальнейшие цели, дальнейшие задачи. Будем стремиться уже к ним. А вы сдадите? Уверены в себе, в своих силах? Да. Помешать Михаилу может только пандемия, как случилось год назад. Боец уверен, что в этот раз он все же наденет краповый берет. И станет еще большим примером для сына, который уже мечтает быть похожим на своего смелого и уверенного отца. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.